Всем привет! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня приготовим очень пышные, вкусные лепешки на кефире. Этот рецепт очень старый, но проверенный. Давайте приготовим! Чтобы приготовить пышные лепешки, нам понадобится пшеничная мука, растительное масло, кефир, немного сливочного масла, яйцо, сода, сахар и соль. Разбиваем одно яйцо, добавляем сахар, соль и соду. Сразу же отмеряем 2 столовые ложки растительного масла, можно заменить на сливочное, предварительно растопленное. Слегка перемешаем и добавляем кефир. Тщательно размешиваем. Постепенно начинаем просеивать муку, замешивая тесто. От консистенции кефира, густой он или жидкий, зависит и количество муки. Будем смотреть по консистенции теста. Нужно, чтобы оно слегка лепло к рукам и оставалось мягким. Муку лучше добавлять порциями, чтобы точно не переборщить. Сода начинает реагировать с кефиром, видите, появляются пузырьки, таким образом она гасится. Дополнительно ее гасить не нужно. Как только тесто более или менее уже начинает собираться в ком, стол присыпаем оставшейся мукой. Чтобы тесто не липло, сверху тоже его присыпаем. И аккуратно замешиваем тесто дальше. Тесто стало уже более однородным, но по мере того, как мука в него входит, оно начинает липнуть. Не нужно добиваться такого состояния, чтобы тесто полностью перестало липнуть. Иначе лепешки получатся достаточно плотными. Обваливаю тесто со всех сторон в муку. Видите, оно должно получиться таким мягким. Долго его вымешивать не нужно. Накрываем чашкой и оставляем минут на 30. Нужно, чтобы сода начала активироваться, то есть действовать. Ей нужно время. Спустя 20-30 минут можно разделывать тесто на лепешки. Как я говорила, оно получается слегка липким. Поэтому мы будем пользоваться при разделке мукой. Муки сильно много не присыпаем, только по необходимости. Далее формируем из теста колбаску и делим его на количество лепешек. Я разделю на 12 частей. Обмакиваем кусочки в муку. Далее раскатываем равномерно в круглую лепешку. Не сильно тонкую, примерно 5 мм. Перед тем, как отправить лепешку на сковородку, мы вот таким образом убираем лишнюю муку. Вот здесь вот можно видеть уже образованные пузырьки. Это говорит о том, что сода уже действует. Готовность растительного масла можно проверить с помощью муки. Как только мука начинает пениться, значит масло готово. Убавляем огонь на нагрев чуть меньше среднего. И начинаем обжаривать наши лепешки. С двух сторон до золотистого цвета. Можно сделать пару разрезов в середине лепешки. И таким же образом обжаривать. Но я предпочитаю жарить целые лепешки. Готовые лепешки выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. По желанию лепешки можно слегка смазать растопленным сливочным маслом для придания сливочного вкуса. Либо использовать сметану и посыпать сахаром. Все зависит от ваших предпочтений. А можно, конечно же, есть их так. Конечно, калорийно, но вкусно. Ну а с вами был канал Еда на любой вкус. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Если понравился рецепт, обязательно поставьте лайк. Делитесь им с друзьями. И до новых встреч! Пока!